Кубок Третьяка в Самару приехал открывать сам именитый хоккеист Владислав Александрович. Неоднократный чемпион Советского Союза, Европы, мира и Олимпийских игр. Уже в фойе его встречали молодые фанаты. Без автограф сессии не обошлось. А вот журналистов интересовали ответы на многие хоккейные вопросы. От золотой шайбы до еще одного нового профессионального клуба в столице Самарской губернии. Регион в хоккейном плане ожил. Уже 5 стадионов, да? 6 стадионов. Мы даже, наверное, года 2-3 не мечтали, что столько будет. Каждый стадион должен иметь школу и фигурного катания, и хоккея, что позволит участвовать в соревнованиях, создадутся новые команды. Мы заинтересованы в этом, поэтому я желаю удачи. Из пресс-центра налет. После открытия турнира юных профессионалов первый поединок провели самарские ЦСКА ВВС и пензенский дизель. Космическое поражение летчиков 0-16. Счет на табло не главное, уверены организаторы турнира. Пропаганда здорового образа жизни, и в частности занятие хоккеем, она проникает в умы все большего количества ребят. Поэтому, конечно, чем больше здоровых ребят, тем более здорового общества, тем более уверенно мы можем смотреть будущее. Хоккею в Самаре особое внимание. В городе ежегодно заливают более сотни катков под открытым небом. С мальчишками занимаются тренеры-общественники. В области в последнее время появилось сразу шесть ледовых дворцов, четыре из них в столице губернии. Золотая шайба и кубок 3К – самые популярные детские турниры. За выход в финал соревнований в одной группе с ЦСКА ВВС еще играют челябинские белые медведи и столичный центр. Дивизион «Б» представляют Питерская «Динамо», Новокузнецкий «Металлург», Воронежский «Буран» и Беркуты «Кубани». Сегодня мальчишки готовы выиграть кубок 3К, но каждый мечтает о кубке Стэнли. Это очень трудный кубок, который пытаются выиграть все. И это самый трудный кубок, который можно заработать. Через неделю определится обладатель восьмого кубка 3К. В финале встретятся победители группового этапа. За бронзовые медали сразятся команды, занявшие вторые места в своих квартетах. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.